Сказочная сторона Лиликания – проект театральных новаторов Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской. На сцене Лиликанского театра играют артисты, чей рост не превышает 6 сантиметров. Насладиться их игрой одновременно могут не более 5 человек. В этом сезоне миниатюрные исполнители обогатили свой оперный, свой репертуар оперными постановками. Три спектакля из 12 уже увидели жители французского города Лион. В этом году их смогут оценить и российские зрители. Лиликанский театр, он как большой. На крыше квадриго и грации, а вместительность зала поболее, чем в большом академическом. Здесь 999 мест зал, потому что если тысячи, то уже нужно ставить бетонный занавес. Пожарники требуют. Вот поэтому мы сократили одно место, как это и делают во всех театрах. 14 лет назад Лиликанский театр возник в одном из залов театра «Тень». Говорят, приехал в Москву на гастроли, но получил до того интересные предложения, что почти пустил корни. На этой сцене ставили Анатолий Васильев и Танина Гуэра. Танцевал Николай Соскоридзе. А вот опера до сих пор была в дефиците. Когда Илья Эпельбаум взялся поднимать Лиликанскую оперу, выбрать, что ставить, было нелегко. Решил ставить все сразу. И Безея, и Моцарта, и Чайковского. Для начала поставили Евгения Онегина, Кармен и волшебную флейту. Формат лиликанский. Мы знаем, что лиликане не могут выдержать длинного спектакля. Они просто скучают и умирают. Они не могут. Ну, то есть три часа – это просто невозможно. Максимально 15 минут. А здесь они решили, что надо оперу переделывать все-таки в пятиминутную. Музыкальный концентрат готовило творческое объединение композитор. Смысловую и сюжетную квинтэссенцию извлекал Илья Эпельбаум. Как оказалось, например, Иван Сусанин очень легко сократить. Даже до двух минут удалось. А вот свердит сложнее. Но мы, я думаю, справимся. Поставь от «Королевы ночи» с другой стороны птицу. Да, старайтесь это делать плавно, чтобы движение не прерывалось. Постановка на лиликанской сцене – раздолье для режиссера. Это в больших театрах довольствуется люком да поворотным кругом. А здесь для каждого спектакля можно новую машинерию придумать. Декорации, занавесы – какие угодно. Количество статистов – неограниченное. Наконец, спецэффекты. Вот, например, сцена дуэля Онегина с Ленским. Попробуйте-ка директора любого другого театра уговорить рояль уронить. Чтобы поспеть за такой режиссурой, актерам за Шировой приходится поворачиваться. Все происходит очень быстро. У тебя есть очень мало секунд, чтобы сменить сцену, сменить декорацию. Все очень маленькое. Нужно уместить, чтобы это было красиво еще, чтобы было функционально. У некоторых управляются руки, у некоторых и руки, и ноги управляются. У тебя не хватает рук, очень нужен хвост, на самом деле, чтобы играть в нашем театре. Хвоста нет, поэтому везде такие приспособления из магнитов, каких-то там держалок, еще что-то. И вот самая большая сложность – это с тем, чтобы, когда ты ее не держишь, она делала то, что надо на сцене самостоятельно. Опыта Марфа, Настя и Полина набирались в Лионе. Трое суток по четыре спектакля в час играли в пилотный набор из трех опер в шатре, раскинутом у крепостной стены. Это балаганный вариант лиликанского оперного проекта. Но Илья Эппельбаум придумал и еще один – оперное кафе, репертуар в меню. Хотя мы шутим по поводу того, что это оперный ликбез, но, конечно, это не так. Это спектакль для знатоков оперы, на самом деле, или вообще для знатоков театра. Знатоки театра за творчеством Ильи Эппельбаума наблюдают пристально. Недаром у его театра так много золотых масок. И в номинации «Кукольный театр», и в номинации «Новация». Дарья Ильи, Владимир Полунин, Новости культуры.